Мы начинаем очередное заседание сегментного семинара. Сегодняшняя тема у нас перспектива контроля на стратегическом ядерном вооружении после 2009 года. То есть после окончания срока действия для завода СНВ докладчиков Евгений Владимирович Мясенков, он наш преподаватель на общей физике, кажется, и одновременно сотрудник Центра по изучению проблем разоружения энергетики и экологии, и есть у нас такой центр, кажется, в аудиторном корпусе. Значит, тут только перерывы доставки для объявлений. В сегодняшнем заседании, если даже я добавил пару объявлений о следующем семинаре, тема следующего заседания – это климат планет Солнечной системы, эксперименты численного моделирования. Рассказывать про это будет Александр Вячеславович Родин, который зам ДК на КПФР и старший научный сотрудник Института космических исследований. Вот тут вот на этом объявлении изображена, по всей видимости, какая-то амбулентность атмосферы Вениха. Наверное, это просто видно, где веросятся на моем спорте. Я еще раз напоминаю, что тем, кто хочет по этому семинару получить зачет, надо думать о том, по какой теме они будут писать и реферат. И если вам заинтересует тема сегодняшнего доклада, то не убегайте, а подойдите ко мне, познакомьтесь после семинара, познакомьтесь с докладчиком и просто посоветуйтесь, что делать, как писать. Потому что, в общем, предполагается, что это основной способ получения зачета. Кстати, по прошлому семинару, вот я вначале забыл объявить, что не забывайте, кому интересно, что можно выбрать в качестве темы реферата. Если кто-то, вспоминая прошлую тему, захочет выбрать ее, не убегайте, а подойдите к кому-то. Значит, на этом мы можем организационная часть заканчиваться. Я тут, как обычно, пустил по рядам листок, где можно записываться в присутствующем. И да, слово. Спасибо, Михаил Владимирович. Здравствуйте, ребята. Мне очень приятно с вами сегодня встретиться. Я очень рад видеть здесь много знакомых лиц. Кое-кто к нам приходил на занятия по курсу режима распространения и сокращения оружия массового поражения и национальной безопасности. Мне приятно, что мы не утратили интерес к членам. Также мне приятно видеть тех ребят, с которыми я знаком, по своей работе на кафедре общей физики. Рад приветствовать своих коллег-преподавателей. Ну и хотел, конечно же, сказать спасибо Михаилу Геннадьевичу. Точнее, даже организаторам в лице Михаила Геннадьевича даже не столько за то, что, так сказать, вот есть такая приятная возможность побеседовать с вами, но сколько за то, что они делают очень важное, на мой взгляд, дело, повышая ваш кругозор. Это очень важно для становления молодых специалистов и, так сказать, ну и в конце танцов для формирования вашей гражданской позиции. Значит, Михаил Геннадьевич уже сказал, я здесь представляю Центр по изучению проблем разоружения энергетической экологии. Ну, буквально пару слов о нашей организации. Она образовалась в 1991 году благодаря основным усилиям бессменного директора нашего центра Антоли Степановича Яковлова, который является доцентом кафедры общей физики в том ЦТИ. В настоящее время наша организация стала одной из, пожалуй, наиболее известных таких профессионалов в области контроля над вооружением и авторитетных организаций в России. Нас хорошо знают за рубежом. Мы в основном осуществляем исследовательские проекты. Нас интересуют технические аспекты проблем контрольных вооружениями. В течение последних лет в центре нашем были в основном, в фокусе нашего внимания были проекты, связанные с сокращением ядерных вооружений, с проблемой нераспространения ядерных технологий в условиях, когда наблюдается ренецианс атомной энергетики. Какой сразу вопрос по центру? Дипломников берете? Пока нет. То есть этот центр пока не работает как выпускающий? Вы знаете, это большой отдельный вопрос. Я с удовольствием поговорю об этом. Может быть, имеется в виду подобность. Я боюсь, он очень далеко нас сейчас не ведет, если мы начнем обсуждать эту тему. Несмотря на сильную загруженность, я думаю, все-таки вы пытаетесь следить за событиями, происходящими в мире. И одна из наиболее часто упоминаемых тем, средств массовой информации, сейчас идущие между Россией и США переговоры о сокращениях СНВ, о новом договоре, который должен прийти на смену договору СНВ-1. Как вы знаете, наверное, он заканчивается буквально через полтора месяца, в декабре этого года. И президенты США и России поставили задачу к концу года выработать новое соглашение. На первый взгляд, необходимость нового договора не столь очевидна. Ну, казалось бы, ни Россия, ни США не планируют наращивать свои стратегические вооружения. Более того, они собираются сокращаться. Тогда ничего же нужно. Новый договор. Тем более тогда, когда, в общем-то, давно миновали те времена, когда наши страны соперничали во всех областях от полета до космоса и буквально дрались за каждый квачок территории на планете. Безусловно, ваше поколение совсем по-иному воспринимает опасность ядерной войны, чем наша. И тем более, чем то поколение людей, которое выросло в годы войны. Поэтому, чтобы вы пытались как-то лучше осознать, каким последствием может привести применение ядерного оружия, я бы хотел немного отойти от темы и привести один пример. Ну, вот представьте себе, что было бы, если бы... Значит... Ну, к примеру. Если бы противник, к примеру, поставил целью нанести ядерный удар по Болгофрагинскому машиностроительному заводу. Оружием подобным, примененному в Хиросине. То есть это очень слабо. То есть мощность люда 15 килотон всего. Вот красный кружочек, дом из сплошных разрушений. И гибели почти 100% усиления. Можно указочку показать, где там ухты. Если бы я смогу ее включить. Не сдается пока. Нет, там очень слабо стежит. Ну, вот МПТ, если вы видите, вот от красной звездочки, которая в центре круга, может быть... Ну, блин, вот. Слева Марк. Это... Новодачная. А вот там станция долгопомная, поджигно-дорожная резьба. В МПТ попадает. Попадает, так сказать, в эту область. А вот эта территория без домов, это ДНЖ, да? А вот без домов. Где красная звездочка, это ДНЖ. И то же севернее, то же ДНЖ, да? Да. Ну, от последствий воздействия светового излучения и радиоактивного заражения местности погибла бы большая часть людей на этой территории. Это десятки тысяч, как вы понимаете. Я не знаю, работает ли сейчас вот Долгопрудницкий химзавод, но если бы он работал, то, так сказать, тут было бы массовое отравление продуктами химического производства. Тут можно замечать, что Долгопрудницкий химзавод, он сейчас называется Долгопрудницкое научно-производственное предприятие, в случае ядерной войны в число целей, безусловно, попадает. Конечно. Потому что он делает зенитные ракеты для комплексов типа С-300, так? Годы Холодной войны применение стратегических сил предусматривало нанесение ударов тысячами ядерных боегалов. И тысячи ракет были готовы стартовать в течение нескольких минут после принятия такого решения. Может быть, для вас будет откровением, но ведь эта практика, живая сейчас, уже нет, было у антагонизма идеологии, которая была в годы Холодной войны, но по-прежнему сотни ракет, нацеленные друг на друга и находятся в готовности к пуску исчисляемой минуты. Ну, конечно, эту проблему как-то нужно решать. Есть и другие причины, почему нужен договор. Одна из них политическая. Возможно, вы слышали о таком договоре о мировозпространении ядерного оружия. Ну, вот тут упоминались, в СМИ упоминаются очень часто иранские проблемы с иранской ядерной программой, с северокорейской, которые самое прямое отношение к этому договору имеют. И будущее этого договора сейчас находится под вопросом. Ни США, ни Россия не заинтересованы в том, чтобы режим нераспространения, который существовал с 1970 года, развалился. А в договоре есть статья, шестая, согласно которой ядерные страны должны демонстрировать свою волю к полной ликвидации ядерного оружия. А в следующем году, как вы, может быть, слышали тоже, состоится обзорная конференция, где вот по договору, на которую ядерные державы будут держать ответ, что же они делают для того, чтобы выполнить вот эту статью. И вот близость сроков проведения этой обзорной конференции, может быть, отчасти объясняет ту поспешность, с которой вот сейчас верстается новый договор. Новый договор для России нужен и по другим соображениям. Наличие российско-американского договора само по себе дает некий статус для России, как ядерные супердержавы. И ядерные вооружения это то немногое, что осталось у России от аргументов, способных поддержать этот статус. Кроме названных причин политического характера, есть и другие, которые я бы назвал военно-техническими. Вот сегодня я попытаюсь поподробнее поговорить о них и поразмышлять на темы, о какой, собственно, договор был бы нужен для России и какого компромисса Соединёнными Штатами реально достичь. Как это принято в точных науках, начну с определениями. Для того, чтобы за юридическими формировками вы смогли углядеть смысл того, что именно стороны планируют сделать. Итак, ну как вы поняли, апрелиатура СНВ расшифровывается как стратегическое наступательное вооружение. Что под этим понимается? На этом, по-первых, стратегические носители, их пусковые установки, а также ядерные боеприпасы. К стратегическим носителям относятся межконтинентальные баллистические ракеты или баллистические ракеты наземного базирования в дальностью более 1500 километров. Баллистические ракеты на подводных лодках БРПР, те, которые обладают в дальностью более 600 километров, и тяжелые бомбардировщики. Кроме перечисленных вот терминов. В текстах договоров часто фигурирует такой термин, как боезаряд, что, вообще говоря, не то же самое, что и боеголовка, определение, которое вы видно на экране. Я вот, когда буду рассказывать о договоре СНВ-1, я по-друге расскажу, что такое боезаряд. Ну, возможно, вы знаете, что первые реальные шаги в области ограничения СНВ были сделаны в начале 70-х годов, прошлого столетия, когда был заключен договор ОСВ-1. Вызваны они были, прежде всего, пониманием того, что гонка вооружений, особенно ядерных, не только финансово, очень обременительно, но и тем, что, так сказать, вот, в буквальном смысле слова, мир стоял на пороге. Очень опасные черты, нужно было как-то от этой черты. договор ОСВ-1 установил виние на наращивание количества носителей ядерного оружия. Почему были выбраны именно носители? Потому что их развертывание можно было контролировать так называемыми национальными техническими средствами контроля, МПСК, расчетами. Ну, что под этим понимается? Ну, в частности, в частности, это спутники. Сооружение шахты, которое обычно длится несколько месяцев, сопровождается масштабными строительными работами, выемкой большого количества грунта, и вот, очень сложно скрыть этот процесс от противника. То же самое относится и к подобным лодкам. Пока она стоит веленной, она не видна, но как только она спускается на лодку и готовится к ходовым испытаниям, вот это тут же становится, ну, не тут же, но достаточно долгий процесс для того, чтобы его можно было заметить с помощью спутников. Одновременно с договором ОСВ-1 был заключен договор по ПРО, который запретил развитие противоракетных систем, предназначенных для обороны всей территории страны. Развитие оборонительных стратегические системы, минуемым привело бы к гонке наступательных вооружений. И договоры ОСВ-1, как и последующие договоренности между Советским Союзом и Соединенными Штатами, имели в дальнейшем жесткую Увязь договор по ПРО. То есть предусматривая возможность выхода из договора по соглашению по ограничению стратегических вооружений, если договор по ПРО перестал в действии. В 79-м году появился договор ОСВ-2, в котором вводились более детальные определения и ограничения на количественные и качественные стратегические носители. Однако принцип контроля за выполнением соглашения оставался тем же самым, то есть контролировались носители. В июле 91-го года за несколько месяцев до распада СССР был заключен договор СНВ-1, который сейчас заканчивается. Он качественно отличался от предыдущих договоров. Чтобы вы представляли, что такое договор СНВ-1, это 700-страничный документ с очень детальными определениями каков предмет сокращений, каковы процедуры ликвидации, каковы процедуры засчета, инспекции всего комплекса процедур, которые связаны с сокращением. В договоре СНВ-1 были впервые введены количественные ограничения не только на носители, как в прежних соглашениях, но и на боезаряды. Очень часто в средствах массовой информации упоминается утверждение о том, что договор СНВ-1 ограничил СНВ России и США до 6 тысяч боезарядов. Что же такое боезаряд? Принцип за счета боезаряда в договоре СНВ-1 следующий. Существует перечень типов носителей, которые согласно которые стороны согласились считать стратегическими. К примеру, к стратегическим относится межконтинентальная баллистическая ракета типа РС-20 или она же Сатана СС-18 американцы называют военную, но ее называют Р-36-М-2. За каждым типом развернутого носителя засчитывается определенное и согласованное количество боезаряда. Которое вообще говоря может быть совсем другим чем реальное количество боеголовок которые находятся на этом носителе. Ну к примеру на МБР-РС-20 про который я говорил это самая большая ракета. Если справа смотрите самая большая справа видите Р-36-М-2 Р-20 Дело в том что Р-20 вот эта ракета она эксплуатировалась в трех модификациях с одной боеголовкой с тремя и с десятью но за ней засчитывается 10 боезарядов количество засчитываем количество боезарядов засчитываем оно может быть и больше оно может быть и меньше реального количество которое несет ракета как правило оно вот это количество было и таким образом реально развернутое количество боеголовок оно меньше чем суммарное количество которое подсчитывается по правилам договора СНВ-1 и упоминается меморандум договор СНВ-1 имеет еще одно качественное отличие от предыдущего договора он включает не только значит он предусматривает очень мощный контрольный механизм который включает не только НТСК национальные технические средства контроля но также уведомления обмен информацией меры на основе сотрудничества а также взаимные инспекции объект в том числе и непрерывные инспекции всего используется около 14 видов инспекций и ежегодно стороны участники договора проводят около 30-40 инспекций на местах к сожалению время не позволяет более подробно рассказать об этой стороне договора СНВ-1 но я охотно отвечу на вопрос если это того и возник в начале 90-х годов были большие ожидания в отношении того чтобы процесс сокращения продолжился в 93-м году США и Россия включили договор СНВ-2 который во многом унаследовал те подходы которые были выводы на СНВ-1 и в СНВ-2 предполагалось сократить количество боезарядов до 3500 стороны начали вести диалог о следующем этапе сокращения договора СНВ-2 с потолком 2500 боезарядов однако к концу 90-х годов процесс затормозился можно назвать много причин почему это произошло но на мой взгляд главная идея была в том что была слабость российской экономики которая попросту не была способна поддерживать количественные параметры стратегических сил на том же уровне что и советская американцы все чаще стали задавать вопрос о чем им нужно о чем-то с русскими договариваться если они там без всяких договоров будут сокращаться когда в 2001 году к власти в США пришла республиканская администрация Буша она и вовсе прекратила это диалог мотивирует и тем что холодная война завершилась США и России теперь не противники а партнеры какие договоры могут быть между партнерами наразе к примеру с Францией или Великобритании которые также являются язерными державными у США есть какие-то подобные договоры и тем не менее в 2002 году в Москве был заключен договор о сокращении наступательных потенциалов сокращен договор СНП сделано это было прежде всего благодаря очень настойчивой и активной позиции Москвы однако поскольку США не были заинтересованы в каком-либо предметном диалоге с Россией то договор получился исключительно декларативным так сказать в отличие от СНВ-1 текст договора СНП составляет всего три странички стратегические носители в нем не упоминаются вовсе согласно тексту договора к концу 2012 года стороны обязаны сократить свои уровни до 1700-2200 боезарядов однако в договоре нет четко определенного понятия что же понимается под термином стратегический ядерный боезаряд который фигурирует в этом договоре а потому непонятно как их считать российская сторона наставила на том чтобы эти боезаряды считались так же как и в договоре с НБАС американская предпочитала иной подход учитывать так называемые оперативно развернутые стратегические ядерные боезаряды что имеется в виду это такие ядерные боеголовки которые реально находятся на носителе к примеру это если речь идет о МБР и БРП то это те боеголовки которые находятся на этих ракетах если эти ракеты находятся в шахтах если выгрузили эти ракеты и отвезли часть боеголовок на склад или часть разгрузили боеголовок и отвезли на склад то они уже не считаются что касается бомбардировщиков то это такие ядерные авиабомбы и крылатые ракеты воздушного базирования которые находятся на той же базе где расположены тяжелые бомбардировщики если вы отвезли их подальше то они опять-таки почему Россия возражала против такого подхода потому что американские правила позволяли Соединенным Штатам создавать так называемый возвратный потенциал чтобы от этим понимать технически американцы могут разгрузить снять часть боеголовок своих носителей и отвезти их хранилища точно так же большую часть авиационных ядерных авиабомб они могут отвезти в хранилище и расположить подальше от неэспозирования бомбардировщиков при этом засчитываться разрешаемые уровни будут только те боеголовки которые реально в данный момент стоят на ракете и то же самое касается и бомбардировщиков у россии как вы увидите дальше гораздо более скромные возможности по созданию такого возвратного потенциала таким образом в договоре с НП фактически произошла подмена понятия то что раньше называли понижением оперативной готовности теперь назвали сокращением ну по аналогии с известным мультиком про удава попугая мартышку подписывая договор СНП стороны так и не договорились что же они собираются сокращать а потому никаких мер верификации договор СНП не предусматривает ну после того как стороны подписали договор СНП это напомню еще случилось в 2002 году диалог с Соединенными Штатами по проблемам сокращения СНП практически свернулся и отсутствовал до конца прошлого года с приходом администрации Обама отношение США к переговорам по СНП в корне изменилось в команду нового президента вошли люди которые считают что во внешней политике нужно несколько сместить акценты меньше облицать оружием а больше использовать возможности политического диалога и как вы знаете после смены администрации США начались интенсивные переговоры США и России по достижению новой договоренности СНП и появились вообще говоря первые реальные результаты таких переговоров что-то сказать до сих пор произошло но главным результатом достигнутым в Лондоне 1 апреля этого года на встрече президента США и России было то что предметом переговоров стали не просто стратегически наступательное потенциал чем ограничился ГДО СНП а стратегически наступательное вооружение которые помимо и зарядов конечно же включают стратегические носители их пусковые установки а в июле этого года президенты США и России подписали документ который называется совместное понимание по вопросу о дальнейшем сокращении и ограничении по сути этот документ является рамочной договоренностью о том какие положения будет включать новый договор в частности новый договор будет обязывать стороны сократить свои стратегические носители и заряды предельные уровни для носителей от 500 до 1100 единиц а для связанных с ними боезарядов от 1500 до 1675 единиц почему выбрана имени по принципу в начале количества боезарядов как я уже упомянул предыдущий договор договор СНП ограничивал вооружение до 1700 до 1200 боезарядов и новый уровень вот хотя бы политическим соображением он должен был оказаться меньше чем тот который уровень дальнейших сокращений это не только некое компромиссное число которое касающееся только США и России исторически получилось так что вот эти цифры они являлись своего рода лицом разоруженческих соглашений квинтэссенции договора и обязательств сторон не столько друг перед другом сколько перед всем сообществам этот параметр договора по существу является показателем выполнение статьи 6 договора распространения ядерного оружия о котором я упомянул выше теперь о количестве носителей вот обратите внимание на довольно широкие рамки согласованных ограничений они тоже выбраны не случайно с одной стороны это уровень отражает глубокие расхождения сторон в том что же считают такие носители считают стратегическими с другой стороны создается ощущение что это сделано было специально для того чтобы стороны смогли достичь компромисса который был устроил обе стороны и вместе с тем была некая видимость сокращения вот я чуть позже постараюсь эту мысль пояснить каков нынешний статус стратегических сил США и России каковы перспективы их развития и в чем собственно стоит интерес к переговорам по существу американской и российской стороны плохо вернется в последней колонке как видите на слайде представлены уровни развернутых вооружений США и России точнее США которые относятся к трем наиболее примечательным датам в июле 1991 был заключен договор СНО-1 в декабре 2001 года стороны доложили выполнение этого договора прошло 7 лет со времени вступления этого договора силы в третьей колонке даны официальные данные обмена по состоянию на июле 2009 года это наиболее свежие данные в четвертой колонке предположение в отношении того что будет УСШ через 7 лет тогда когда нужно будет отчитываться результаты выполнения как видите в результате выполнения договора СНО-1 в 2001 году США примерно вдвойск сократили свои стратегические вооружения хотя за прошедшие после этого 8 лет цифры казалось бы практически не изменились и в действительности на самом деле произошло достаточно существенное изменение дело в том что по правилам засчета договора СНО-1 вооружения продолжают учитываться даже если они выведены до его состава но не ликвидированы в соответствии с теми процедурами которые прописаны в договоре в частности у США на настоящий момент есть около 100 пустых шахт МБР которые продолжают засчитываться то же самое так сказать хотя США засчитывает сейчас 439 установки на подлодных лодках на 18 подлодных лодках но на самом деле 4 лодки они уже давно переоборудовали в носителей крылатых опек но это сделали не в соответствии с процедурами договора СНО-1 а скажем так дешевым способом с возможностью возврата еще так сказать более разительная ситуация для тяжелых бомбардировщиков всего у них насчитывается 206 бомбардировщиков трех типов B1 B2 B2 B52 но только 60 бомбардировщиков они считают ядерными с остальных бомбардировщиков они сняли ядерные задачи каковы перспективы развития СНД США на этот вопрос должен дать ответ новый обзор ядерной политики которая планируется завершить в январе этого года но однако я думаю сложно ожидать существенных изменений существенных отклонений от той линии которая в течение последних 20 лет проводилась американцами но что они делают с одной стороны они пытались переложить те задачи которые ставятся перед ядерными вооружениями на долготочные обычные снижать таким образом требуемое количество ядерных ядерных вооружений с другой стороны что они пытались сделать это ну как бы использовать те стратегические вооружения в обычных конфликтах в обычном снаряжении для того чтобы не лежали мертвым грузом но тем не менее переориентируя свои ядерные платформы на решение не ядерных задач они всегда при этом оставляли возможность если вдруг возникла такая гипотетическая ситуация дать обратный хвост чтобы вновь развернуться вот эти ядерные вооружения которые непременно снимают своих носителей возможно нынешняя администрация Обама пытается продавить радикальные сокращения в готовящемся обзоре как вы может быть знаете в марте этого года президент Обама выступал в праге с эпохальной речью которая заявила о решимости идти к ядерному нулю но новую ядерную политику должен одобрить Конгресс а там сторонники сокращений наталкиваются на очень мощную оппозицию со стороны неконсерватки которые были у власти в годы правления душа и по прежнему имеют сильные позиции нужно понимать что несмотря на самые благие намерения у Обамы сейчас завязаны руки на нем сейчас вагон и маленькая тележка так говорится проблем это и дефицит бюджета это и реформа здравоохранения сейчас которую он пытается продвигать это иранские проблемы северная Корея и воины конечно в Ирак и Афганистане и оппозиции пользуются каждой ошибкой президента для того чтобы ставить палки в колеса и отслеживают каждый президент по этой причине я думаю что повторится ситуация какая имела место в 94 году когда администрация Клинтона проводила пересмотр ядерной политики к тому времени уже был заключен договор СНВ-2 и может быть те кто постарше помнят что этот период был самым теплым в американо-российских отношениях после распада Советского Союза поэтому были очень большие ожидания что американцы все-таки в новом обзоре ядерной политики существенно изменят требования количественного состава и уж во всяком случае пойдут на уровне ниже 3500 боезарядов те которые были провозглашены в договоре СНВ-2 однако этого не произошло несмотря на решимость команды Клинтона и на предпринятые усилия если сравнить с уровнем СНВ-2 требования к своему СНВ-1 на один боезаряд американцы и его больше таким же образом американцы значит ну каким образом американцы могут вписаться в провозглашенные уровни нового договора совершенно очевидно для того чтобы втиснуться в рамки по количеству боезарядов они будут учитывать лишь оперативно развернутые стратегические боезаряды то есть так как СНП и похоже российская сторона с этим согласилась судя по тексту документа подписанного президентом в июле аналогичный подход принят и по отношению к носителям то есть будут засчитываться оперативно стратегические оперативно развернутые стратегические носители если так то США могут легко снизить число носителей до 800 не уничтожать и лишь снизив их боегатом сверхзадача российской дипломатии состоит в том чтобы добиваться более глубоких сокращений носителей ниже 800 но эта задача вряд ли разрешима в условиях когда договор нужно подготовить к концу 2009 года как обстоят дела у российской стороны таблицы предельно официальные данные для аналогичных периодов как видно из нее за последние 8 лет российские стремительно продолжали сокращаться причем снятые вооружения в отличие от американских ликвидировались но если учитывать только оперативно развернутые боезаряды носителей то реальные цифры на самом деле это еще меньше чем то что вы видите в таблице ну к примеру за развернутые на МБР сейчас у нас числятся 465 хотя не более 380 из них содержат ракеты с боеголов с пусковых установок то есть около 80% с подводными лодками разница еще больше там порядка 60-70% оперативно развернуты из приведенного количества тоже самое можно сказать не только в отношении носителей но и боеголов и если вы можете увидеть четвертой колонкой таковы что количественные уровни и носителей и боеголовок будут снижаться и далее довольно быстрыми темпами ну причина этой тенденции довольно прозрична почти 90% комплексов которые сейчас находятся у нас на вооружении они были сделаны еще в годы Советского Союза длительности их эксплуатация превысила заложенные разработчиками сроки в 2 или 3 раза вечно конечно продолжаться не может поэтому темпы вывода ракет из боевого состава намного превышают темпы оснащения новыми комплексами ну вот хотя бы если взять комплекс РВС за последние 8 лет в среднем выводилось из боевого дежурства порядка 40 комплексов а ежегодно принималось на вырушение около 50 в среднем с 1991 года например флот вообще не получил ни одной стратегической подводной лодки ну а проблемы с комплексом булава так сказать я думаю что вы в курсе знали они вообще известны поэтому самые оптимистичные оценки показывают что даже если считать по правилам СНВ сократить свои стратегические силы до уровня которые в согласованном июньском документе российской стороне будет несложно а если считать только оперативно развивку носителей то количественный уровень российских вооружений будет гораздо ниже тех планов которые указаны в июньском соглашении вот не случайно наш президент высказался о готовности сократить количество носителей в 2-3 раза ну теперь я надеюсь вам понятно та настойчивость с которой российская сторона добивается заключение нового договора одна из основных задач которые ставят российская дипломатия это ограничить возвратный потенциал американцев и как вы можете понять из того что только что обсудили для того чтобы вот выполнить решить эту задачу необходимо добиться сокращений ниже гораздо ниже 800 носителей что на мой взгляд будет чрезвычайно сложно еще одна задача которой Россия значит которой Россия намеревается решить в предстоящем соглашении это ограничить стратегическую про США но эта задача вряд ли решаема несмотря на кажущийся прогресс ну как известно согласно лондонскому заявлению от 1 апреля о переговорах по сокращению стратегическое оборонительное вооружение они не являют вообще переговоры тем не менее так сказать вот в июльской рамочной договоренности как видите они появились значит появилось так сказать положение взаимосвязи стратегических наступательных стратегических оборонительных вооружений что в какой-то мере конечно явилось неожиданностью судя по всему российская сторона приложила немало усилий для того чтобы пятый пункт появился в тексте московского соглашения но в какой степени он позволяет ограничить про США как я упоминал прежние договоренности США и России об ограничениях и сокращениях СНБ действовали в увязке договором по профи с 72 года в 2002 году США выслит договор по профи по идее мы могли тоже выйти из договора СНБ 1 юридическая зацепка для этого была но Россия предпочла этого не делать сейчас между Россией и США нет никаких договоренностей по ограничению профи которым можно было бы привязаться в будущем и поэтому непонятно на что будет опираться вот это положение даже если оно попадет в новый договор можно предположить что российская сторона рассчитывает получить какие-либо односторонние обязательства от США ограничить развитие своих профи и предполагает рассматривать вот такие обязательства как неотъемлемую часть пакета документов при ратификации договора на урок ну вряд ли такие надежды оправданы судя по заявлениям представителя госдепа США ПРО не станет предметом догона переговора как мне кажется администрация США сделала очень умный и дальновидный ход пересмотрев планы развертывания ПРО и убрав оттуда те основные раздражители на которые постоянно напирала российская сторона это радар Чехии и база противоракет в Польше именно против развертывания этих объектов Россия возражала и теперь Москва оказалась поставлена в довольно затруднительное положение с одной стороны то есть со стороны это выглядит все так как будто бы американская сторона пошла на уступки и теперь мы что-то тоже должны в ответ сделать об интересах России мы уже поговорили так в чем же интерес США как вы поняли сокращение российского ядерного арсенала будет происходить вне зависимости будет договор не будет договора ограничения в большей степени касаются американцев чем у нас они не в их интересах что же их интересует вопрос прозрачность или как говорят транспарентности сокращения если перестанет действовать договор СНВАДИ то не будет ни уведомлений ни взаимных инспекций ни обмена данными ни мер на основе сотрудничества ничего того что вот обеспечивало уверенность в том что противоположная сторона не держит камни запасы Вашингтон этот вопрос волнует гораздо большей степени чем нас потому что ну так исторически получилось что система принятия решений финансирования у них гораздо прозрачнее чем у нас вот собственно именно вот этот голод именно вот вопрос транспарентности явился той зацепкой для того чтобы начать переговоры по новому договору СМВ даже когда еще администрация Обама то есть еще когда были выборы в прошлом году когда прежняя администрация была власти поэтому пожалуй вот одним из самых тяжелых да и не случайно я вот тут хочу заметить что не случайно ведь когда эти переговоры начались американцы вообще предлагали давайте сделаем вот что давайте отбросим все ограничения договора СМВ-1 оставим только контрольный механизм и прицепим его как вот действующему договору СМВ-1 такой подход предлагался и прежде всего интересовала система контроля поэтому вот самый тяжелый вопрос пожалуй в ходе вот предстоящих переговоров является вопрос контрольный механизм но это именно та область где вот Россия у России есть реальные рычаги воздействия на американцев логика российской стороны понятна в возрасте в будущем ни одна из сторон не собирается отказываться от ядерного оружия оно будет и у американцев и у нас и раз так то Россия должна заботиться о том чтобы при любой возможности в любой самой гипотетической ситуации она могла она имела возможность ответить то есть обеспечить другими словами выживаемость остающихся уменьшенных ядерных сил можно по-разному обеспечивать выживаемость можно наращивать количественно или качественно это очень дорого дорого и нужно ли это делать здесь второй путь снизить транспорта именно по этому пути кстати идет Китай они никогда не предоставляют данные международным сообществам сколько у них ракет где они расположены какова практика эксплуатации в любом случае по-видимому контрольный механизм будущего договора окажется проще чем более простым и дешевым так сказать по сравнению с тем что вот есть сейчас вот представляется что российская сторона заинтересована в этом попробую подвести черту чего можно ожидать в ближайшем будущем как я уже вот сказал договаривающие стороны поставили достаточно сложную задачу заключить договор к декабрю этого года судя по тому как события развиваются задача политическая и договор с большой вероятностью будет все-таки подписан как возможно поняли взгляды сторон на то каким должен стать договор если и не нейтрально противоположен то по меньшей мере разнятся очень глубоко для того чтобы столь быстро достичь контромисса по существу при этом нужно иметь ввиду потому что над стратегическим вооружением в течение почти десяти лет привело к тому что фактически разногласия стали еще глубже кроме того обе стороны сели за сто предвары по сути не имея квалифицированных кадров преемственность была утрачена за вот десять лет отсутствия этих переговоров по этим причинам я думаю нам с вами не следует ожидать какого-либо прорыва скорее всего новый договор окажется соглашением которое не будет ломать сложившиеся тенденции в развитии СНСК и России вряд ли он приведет к каким-либо реальным сокращением стратегических сил скорее всего как и в договоре СНП сокращение будет сокращениями будут названы фактически снижения боеготовых стратегических наступательных вооружений двух сторон по количеству боезарядов компромиссную цифру будет получить несложно скорее всего она будет ближе к 1675 боезарядам а по количеству носителей стороны стороны скорее всего остановятся на цифре где-то около 800 суд который не будет обременительным для США а для нас и подавно но для российской общественности этот результат будет поднан как большая победа российской дипломатии ну по-видимому в каком-то сильно усеченном виде сохранится контрольный механизм действующего договора работа же с следующим этапом сокращения начнется лишь после того как новый договор вступил и на повестке дня окажется проблем сокращения стратегических наступательных вооружений но также и ПРО и нестратегического ядерного оружия и вскоточного оружия и весь комплекс тех проблем которые накопились ну как говорится это тема для другого разговора спасибо если 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 Понимаете, это зависит от того, каким образом это делать. Если мы просто, ну, скажем так, ведь для того, чтобы в обычной практике эксплуатации готовность ракеты вставлять несколько минут. Это понятно. Это она заправлена. Они все заправлены. Да и жидкости, а не заправлены. Это вот в шестидесятые годы, так сказать, была технология такая, что требуется полчаса для того, чтобы подготовить к старту. Сейчас они готовятся в течение нескольких минут. 98% ракет, которые находятся на боевом движении, они вот находятся в готовности нескольких минут. Те, которые, так сказать, на мобильных комплексах, они отчасти, отчасти, так сказать, несут как бы боевое бежурство. Вот они готовы. Часть, так сказать, вот уехала в поляр, грубо говоря, да. Но они могут быть не сразу готовы, они могут быть на марше находиться. Но опять-таки, вот время, которое требуется для подготовки к спуску, оно, в общем-то, оно маленькое. Оно небольшое. Ракета в контейнере – это не столько оружие, сколько боеприпасы. Почему? Они в контейнере. Вот ракета в контейнере – это боеприпас. Как унитет оружие. Как унитет оружие. Она стартует из контейнера. Она так устроена, что… Единственное, что с ним можно сделать, это либо выстрелить, либо выстрелить. Ну, а что еще? Альтернатив-то, собственно… А для чего еще? Ну, и это нормальное состояние ракеты, когда вот, простяк, она готова к ним. Ну, у подводных лодок там несколько по-другому. Там все зависит от того, в каком она состоянии находится. То есть, есть подводные лодки, которые находятся у пирса, тоже несут боевое дежурство. А иногда, значит, они, так сказать, уходят в боевой поход. И если они находятся на удалении нужном от цели, то, так сказать, то, опять-таки, они боеготовы. Правда, им немножко больше времени требуется, допустим. Проще всего с тяжелым бомбардировщиком. Пока вы не загрузили туда оружие на борт, они, конечно, не могут его применить. Да еще и время требуется, пока они подлетят. Чем, собственно… А почему все боятся ракеты? Почему нет обороны? Потому что от нажатия кнопки, грубо говоря, до приземления к цели проходят, ну, я не знаю, 30-40 минут. И противостоять этому невозможно. Никакая обороны не спасет. Значит, все зависит от того, как это делать. Вот, очень долго… Нет, это, конечно, не пять минут. И это не будет. Это может быть несколько минут. Это может быть… Понимает решение, кто-то там, да, для этого. Пока это не для этого, можно ракеты привести… Нет, нет, это все не так делается. Это все не так делается. И есть планы, что не видит ядерного оружия, соответствует с которыми определенное количество ракет находится на боевом бюджете. Заданное количество ракет. Вот. Время от времени проводится регламент. То есть, часть ракет идет в ремонт, там, на обслуживание как-то. В это время какие-то другие… На другие ракеты, так сказать, возлагается ракет. Ну, грубо говоря, из 100 ракет, к примеру, 90% внесет в боевую дежурь. Остальные ракеты находятся на регламенте. Он, конечно, занимает какой-то влияние. В зависимости от тех работ, которые требуется с ними произвести. Если ракеты выводятся из боевого состава, то есть, снимаются боевые задачи, их увозят на склад, они могут там находиться достаточно долго. Вернуть их можно, в принципе, да? Ну, это может быть несколько дней, может быть несколько месяцев. В зависимости от того, что нужно сделать для того, чтобы подсказать. То есть, тут нет однозначного вопроса. Это может быть период от нескольких дней до года. У американцев это дольше бывает, потому что часто там проблемы не технические, а бюрократические. Нужно выделить деньги для того, чтобы совершить эту обратную операцию. Я ответил на ваш вопрос. Да, вопрос был. Спрашивайте. А кроме России и США, ядерные державы обладают какими объемами потенциалов? И они участвуют в какой-то парене? У меня же тоже, наверное, есть... Вы знаете, нет... Нет. Хороший вопрос, спасибо. Значит, ну, вы знаете, есть еще три ядерные державы. Официальные ядерные державы по договору официальные по договору нераспространения Великобритании. И Китай. У них есть право иметь и один. Значит, ну, у Франции и Великобритании где-то порядка сотни. Двести боеголовок развернуто. Точных цифр я сейчас вам не назову, но это на порядке меньше, чем, так сказать, у России. У Китая, ну, где-то тоже порядка двухсот-трехсот. Правда, у Китая в основном это, ну, порядка двух-трех десятков стратегических ракет. Межконтинентальных публистических ракет. В основном у него ракеты среднего радиуса действий меньше. Вот. Ну, сколько у Пакистана, Индии и Израиля, ну, это только оценки официальных данных, конечно. Какие здесь неофициальные ядерные державы, как считается? Ну, вот кроме пятерки ядерной, которую я назвал, Индия, Пакистан, Израиль, Северная Корея можно в какой-то степени отнести уже. Раньше еще, кажется, была Южная Африка какой-то. Да, Южная Африка там была, так сказать, секретная ядерная программа, но они раскрыли свою программу, они уничтожили под наблюдением инспектором весь свой ядерный потенциал. Это какие были? Это были, насколько я помню, конец 80-х. Вот конец 80-х, насколько я помню. Вот в этот период. Еще вопрос. Вот когда надо посчитать какого-то большой массив, например, в СССР считали трактора, и они были в пересчете на 15-ти сильные, как вы говорите. Вот ведь разумные переговоры, ну так с точки зрения постороннего человека, вести надо было бы, пересчитав все оружие Соединенных Штатов, авианосцы, высокоточное оружие, на ядерное. И только так и разговариваются. Потому что чем хуже крылатая ракета, пущенная из стен на Ледовое океане с ядерным оружием по Татру Сноярску? Она же ничем не хуже, чем ядерная. Я понимаю справедливость вашего вопроса. Он, конечно же, справедлив, но проблема-то в чем? Проблема в том, что даже если мы своих генералов соберем, будет очень сложно найти определение, что такое стратегическая стабильность, как вы понимаете, и какие факторы вносят тот или иной вклад. Даже вот среди своих генералов это будет трудно решить. А что, если собрать американских генералов и российских, это вообще невозможно. Понимаете? Тут даже делать, так сказать, не военно-технических вопросов, а менталитические вопросы. И вот та мысль, которую я хотел сегодня донести, я не знаю, смог это сделать или не смог. Но вот сейчас готовится новый договор. Но, может быть, вы почувствовали, что о существе этого договора никто не говорит. То есть речь идет о политическом решении вопроса. То есть там происходит... Не важно, какое будет существо. Важно, так сказать, будет. Вот он будет. Важно, чтобы была бумажка, у этой бумажки была некая цифра меньше, чем предыдущая. Да, да, да. Под ней есть тайные протоколы. Хотя, конечно, само по себе это тоже важно. Нужно понимать, что это тоже очень важно, потому что создается еще один канал, благодаря которому мы, грубо говоря, показаны, что у нас нет ничего там, камня нету. Это канал для устранения каких-то разногласий, каких-то, так сказать, нестыковок и решения обычных, простых, рабочих вопросов. Ну, не исключено, что там есть тайные протоколы Клинтон-Лаврова, например. Да нет, я думаю, что это уже из области конспирологии. Да. Вы знаете, вот, наверное, все началось, то есть, вот, к тому времени уже пришло понимание, что он по краю. Вот, вот, позвольте мне маленький пример привести. Вы слышали, конечно, про кубинский кризис. Слышали про кубинский кризис. Вот, во время кубинского кризиса к берегам Кубы был отправлен отряд советских дизельных подводных лобов, которые, между прочим, имели ядерные торпеды, так сказать, на борту. И полномочия на применение этого оружия в крайнем случае были диригированы. Значит, ну, вы сами представляете, что такое дизельная подводная лобов. Она не может постоянно находиться над водой, ей нужно всплывать, периодически доряжать аккумуляторные батареи. Ну, естественно, так сказать, американцы очень легко вычислили их. Они пошли к берегам Кубы, то есть к берегам Америки, там силы полуоочень выяснили у американцев, противолодочной обороны. И, естественно, они пытались преследовать эти лобов. Они вели их, и они достаточно агрессивно вели себя, заставляли их сплыть. Значит, это тропы. Вот, представьте, глухота, бессонная ночь и так далее. То есть вот, когда попозже командиры кораблей подводных лодок рассказывали о той ситуации, когда кругом грохочут, там гранаты бросают, предупредительные всплывающие. Они были вот буквально на грани срывах. Нервных. У них были полномочия приедет на оружие. Они были на грани срывах. Слава Богу, этого не случилось. Почему бы это привело, в общем-то, можно, так сказать, пофантазировать, что бы произошло. И вот, я думаю, что в 70-м уже поняли, что если вот так дальше продолжать, то когда-либо, я думаю, что случится. Поэтому давайте-ка сделаем так, чтобы, ну вот, давайте проговорим правила, что можно делать, что нельзя делать. И вот договор о выключении стратегических наступательных выражений. Первая лапточка в этом направлении. А потом, если вы почитаете текст самого договора, вы поймете, что, собственно, от чего отказались-то американцы и, так сказать, Советский Союз. Что они ограничивали. Все те программы, которые были начаты к этому времени, они продолжались. Они просто договорились о том, что вот новых программ на увеличение количества носителей не будет. А то, что, так сказать, вот те лодки, которые были заложены, они достраивны. Те пакеты, которые были, так сказать, вот запланированные сделаны, они достраивны. Система полу-Москвы начала строиться. Да! Да, да, да. Николай Алексеевич хочет еще что-то прокомментировать. Позвольте, пожалуйста, декоративный комментарий. Он связан с тем, что Михаил Геннадьевич Иванов предлагает студентам, значит, разумно писать рефераты. Я позволю себе некий математический комментарий. Сотли доклада в процессе доклада Дмитрия Ивановича мне, как нигде некоторые простенькие математические модели. А вот я сейчас их нарисую. Они мне говорят так. Сначала в боеголовках. Пусть у нас есть Х1 боеголовка. Значит, противник поражает одной своей головкой, одну мою головку с вероятностью П2. С вероятностью ниц и минус П2 моя головка выживает. На мою головку приходится Х2 у противника, деленное на Х1 его головку. И после удара Х2 головка моим Х1 у меня остается некоторый С1. Аналогичное уравнение имеется для противника. У него, допустим, усушается. Имеется Х2. Мои головки поражают их вероятностью П1. Значит, после удара моими головками, значит, у него остается вот столько. Остается С1. Спрашивается, значит, если я, допустим, ответного удара, мне по расчетам достаточно С1, а им по расчетам достаточно С2, то отсюда я получаю уравнение стратегического равновесия. Я обозначаю Х2 деленное на Х1 через У. Значит, делю одно на другое и довольно легко получаю вот такое вот уравнение. Единица минус С1. Потому что писать реферат в метапатематической модели без стихи не совместно. Единица на У равняется С1, С2. Встроим график. И видим следующее. Здесь у нас линия, а вот левая часть будет вот так. Пересечение дает стратегическое равновесие. Сколько у них головок, сколько у них. Естественно, положение точки пересечения зависит от того, сколько у них достаточно для ответного удара и сколько им достаточно для ответного удара. И, естественно, от поражающей способности. То есть от вероятности выражения бой головки противника. Вот это элементарный расчет. А теперь, скажем, давайте, поскольку семинар у нас системный, давайте обобщим вот этот простой ход рассуждения. И будем называть, будем считать, что Х1 это, скажем, не бой головка в муском смысле, а нечто существенное для выжимания страны. Ну, например, умная голова киспеха. Потому что бой головкой ракет не можно бить по умной головке киспеха, а можно умной головкой киспеха бить по бой головке киспеха. И вот здесь начинается довольно интересная картина. Конечно, уравнения просто так не решатся, но пусть вот Х1 и Т, это вот у меня, у моей страны, у моей державы, у моей народной хозяйственной системы, это вот имеется столько таких вот, ну, боевых единиц, скажем, или стратегических, и единиц стратегического выживания. Вот номер И, например, номер 1, ядерные грандики, номер, скажем, 2, вооружение, номер 3, скажем, производство, угля, стали, там, выездов и так далее. Номер 4, скажем, банки, номер 5, допустим, полный гол. Вот, допустим, берем такой пятимерный вектор и начинаем войну. Война идет непрерывно, она не кончилась, холодная война не кончилась, мы там проиграли определенный этап, но война идет на всех фронтах. Война идет на суше, там воюют свободные войска, идет на море, там воюют платы, идет в воздухе, там воюют военно-воздушные силы, идет в пространстве денег, там воюют финансовые войска, и идет в пространстве мыслей, там воюют интеллектуальные войска и передо мной гражданские офицеры, лейтенанты интеллектуальных войсков. Так вот, я спишу уравнение. Значит, вот по моей головке бьет произведение P2GZ. Это боевая единица вида G, которая поражает мои боевые единицы вида G. И, соответственно, их приводится X2G деленное на X1G. И у меня для ответного удара, а для долгосрочного выживания, мне нужно оставить X1. Допустим, боеголовок, заводов, колхозов, питьеков, женщин и так далее. То есть этот вектор мы выбираем по полной программе. О, спасибо, да, совершенно верно. Внимательные слушатели, это самое ценное, что можно сделать. И такое же уравнение для него. Это я своей единицей вида G, бью боевую единицу вида I, например, подливаю бензин к воду в бензин. В этом самом... На Манхэттене так. 1GT, так, поделить на X2IT. И у него остается C2IT. Так, C2IT. Это система 2N уравнений, которую просто так на графике не отобразишь. Но здесь возникает у меня... Аппарат колеса закончился. Здесь возникают очень интересные вопросы. Вот какими единицами, по каким бить? Например, деньгами бить по системе управления. Допустим, купить аппарат. Например, скажем, это самое... Например, умом бить, допустим, по системе управления. Допустим, объяснить клиенту, что она неправильно себя бить. Так, чтобы она поняла. И подозлать ей хорошего парня, и она завернет США в другую сторону. Я знаю, сильно увлечу. Читаем Доник, Леопард, Леопард и Куча. Ну и так далее. То есть это не такие подтазийные варианты, но на самом деле... И вот по нашим, поиголовкам, ударили деньгами и враньем. И в результате вот эта поражающая сила денег и вранья оказалась сильнее, чем поражающая сила реальных ядерных прыганов. Вот, так сказать, и мы даем... Это пример, поскольку он начинает физтехский пакет, потому что это, наверное, многие здесь знают. Вот, это пример, я помню, не просто твой комментарий, а это метод. Вот физтех должен поступать именно так. То есть пришел, увидел ситуацию, написал модель, сделал выводы и создал партию вокруг выводов. И пошел во власть. Вопросы ко мне есть? Нет? Есть. Спасибо. Есть вопрос ко мне, пожалуйста. У вас на уравнениях x1 и это равно, там не знают. x1 и это равно. А-а-а! Ну это... Это замечательно. Это... Вот это, с вами говоря, x1 умножить. Подожди, умножить. Да, да, да. Все, все, все. Да. Большое спасибо, потому что... И это, может быть, уже дефект таких вот немолодых физтехов, когда ты от автокодов, то есть от дифференцирования, интегрирования и, скажем, и там... и поиска всяких... так и описания всяких фатронов, ты переходишь к языкам более высокого уровня, как в нейросети. А когда ты уже плаваешь в крупных понятиях, ты делаешь невольные ошибки вне... в это самое... в нижних понятиях. И это надо помещать либо... либо... либо компьютеру, либо студенту. Поэтому спасибо. Спасибо. Спешите, река. И определите вовремя наиболее эффективного оружия для нас, чтобы выжить. Чем мы будем защищать докладку? Еще вопросы к докладчику, и кто докладчику? Если вопросы кончились, давайте еще раз поблагодарить докладчику. Какая вам твоя способность в стратегических силах сейчас? В смысле, если нужно, будет что-то нажать, он запустить? Не всякого сомнения полетят. Полетят, а сколько вас... Ну, я же говорю, ну вот те цифры, которые я приводил. Значит, в 465 засчитывается только НБР. В 465 засчитывается. Из них 380 ракеты стоят. Ну, даже если брать вот цифру, я не знаю, 90%, то на самом деле заменят. Они в боеготовности. И если надо будет, они полетят туда, куда надо. То есть полетит достаточное количество, чтобы нанести... Я еще не говорю про подводные лодки, про тяжелые бомбардировщики. Сколько раз земли можно тут взорвать? А, вот это хороший вопрос. Нет, ну, саму Каменюка ни одного раза не взорвать. Нет, ну, достаточно. Ну, вы знаете, вот есть совершенно, так сказать, разные оценки на этот счет. Ну, последнее, что я видел, достаточно такое объемное и авторитетное, так сказать, модель. Она была опубликована лет пять или шесть тому назад. Организация такой NRDC. Там они что делали? Они предположили, что... Значит, давайте... Вот, к примеру, Америка наносит контрсиловой удар. То есть пытается... Что такое контрсиловой? Понятно, да? То есть удар по стратегическим силам противника. То есть они будут целить не на города, не на крупные промышленные объекты, а прежде всего на вот ракеты, на базы подводных лодок, базы стратегическим имбордировщиков. И посчитали вот попутный ущерб, который возникнет в результате вот такого удара. Если будет... Вот удар будет нацелен, прежде всего, против стратегических сил. У них получилось десятки миллионов погибает людей. Не сразу, но, так сказать, вот в результате того, что ветер унесет там радиацию и так далее. То есть... Это очень много. Это очень много. А если целить по городам? Пример Домгопрудный, вот он показывает. Владимир, что у нас она еще разница. Что кто хочет писать реферат по этой теме, не убегайте. Благодарим еще раз докладчика. Спасибо.